Всем привет! Сегодня будет совсем короткое видео. Это влог из Ревгош. Длинное видео будет впереди. Начну с ароматов от Байреда. Ценник высокий. Никак не определюсь, какой же аромат меня больше всего привлекает в мою коллекцию, чтобы попасть. Но пока что привлек библиотека своими кожаными аспектами, фруктовыми и пудровыми. В принципе, интересный аромат. И еще My Half Ghost, как мне показалось, действительно немного мистический. Он и цветочный, и фиалковый, с какими-то пудрово-древесными акцентами. Но все-таки за такую цену я, наверное, пока воздержусь. Следующий стенд, на который я обратила внимание, это, конечно же, стенд с Монсера. Пока что ни одного полноразмерного флакона нет в моей коллекции. В хотелках стоит у меня Red Tobacco. Но в этот раз меня больше всего заинтересовал именно аромат Black Vanilla. Это яркий мускусный акцент и очень интересная цветочная игра, конечно же, во главе с ванилью и некими фруктово-кокосовыми нотами. Но это действительно интересное раскрытие на моей коже. И как мне кажется, что он будет уместен в любой сезон. И особенно, конечно же, вот сейчас, когда еще стоит достаточно прохладная погода. Во всяком случае, на себе я его слушала уже не первый раз. И в этот раз, в очередной раз, он не оставил меня равнодушной. Так что, скорее всего, его я приобрету первым. Нежели Red Tobacco, который уже давно-давно стоит у меня в хотелках. Melody of the Sun тоже привлек мое внимание. Но он будет в хорошую жаркую погоду. Это такой сочный цитрусовый старт. И уже потом такая легкая сладость. В принципе, ничего необычного, но достаточно хорош. И новый для меня бренд Justbox. Подошла, посмотрела, послушала буквально пару ароматов. Не было такого, знаете, с первого затеста, что прям вау. Пока этот бренд остается для меня достаточно новым. И достаточно непонятым. Скажем это так. Кстати, на него сейчас скидка. Так что, если кто-то давно хотел что-то приобрести, самое время посмотреть. Еще одна горячая новинка, которая меня действительно зацепила в самое сердце. Причем совершенно неожиданно. Это бренд Moschino Toy 2 Pearl. Посмотрите на это оформление. Невероятно милый, очень красивый мишка. И интересный по своей пирамиде. Я ее сюда даже включила. Стартует яркими, лимонными акцентами. Потом превращается во что-то непонятное. Я не могу это описать просто вот так взять двумя словами. Это действительно интересно. Песочные ноты обыграны. Есть и мускус, и кипарис, и ветивер. Это достойно отдельного обзора и, конечно же, покупки. На этом буду завершать свое небольшое видео. Всем спасибо за просмотр. Поддержите меня лайком и обратной связи. До новых встреч.